МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Покажем, как на пешеходном переходе автомобиль переехал семилетнюю девочку. Она резко выбежала. Резко выбежала, маленькая девочка. И дело черного трейдера окончено приговором. Вердикт суда за мошенничество на 160 миллионов рублей. Это и не только прямо сейчас. Погибло на месте. Сегодня утром на развилке дороги Альметьевск-Набережная Челны-Нижний Камск Лада Гранта столкнулась с грузовиком. Автоледи получила травмы, несовместимые с жизнью. Возможных причинах трагедии. Елена Веселова. 7 часов утра. Первый километр трассы Заинск-Набережная Челны. 42-летняя женщина-водитель Лады Гранты выехала на полосу встречного движения и столкнулась с грузовиком Вольво. От удара легковушку отбросила на обочину, где автомобиль врезался в столб. Женщина скончалась на месте от полученных травм. Ее муж погиб два года назад в аварии. Теперь она сын в Москве живет. Сегодня должен приехать. Сын взрослый. Эту дорожную развилку набережной Челны и Альметьевск-Нижний Камск погибшей отлично знала. Рядом с Автоградом в деревне живут ее родители, которых она часто навещала. Сегодня она ехала от них, спешила на работу. От родителей в Нижнеканск на работу ехала. На полочеку. А она давно много лет за рулем была? Ну, достаточно. Более пяти. Что стало причиной выезда на встречную полосу, теперь будут устанавливать следователи вместе с автоинспекторами. Знакомые погибшей не исключают, что свою роль сыграли и погодные условия. Сильная метель и мокрый снег. Елена Веселова, Наталья Лушникова, Евгений Лызаев. Вызов 112. Учителя, возвращавшиеся домой с курсов повышения квалификации, сбили переходившую дорогу семилетнюю девочку. Все произошло сегодня днем в Нижнекамске. По словам очевидцев, автомобиль передними колесами переехал ребенка. Девочка Живана находится в тяжелом состоянии. Рамиль Шайдулин с подробностями. Она резко выбежала. Резко выбежала, маленькая девочка. Эти женщины прямые свидетели трагедии. Они находились в машине, которая сбила ребенка. Учителя проходили курсы в набережных Челнах. Ехали домой. За рулем была их коллега. Водительский стаж у нее 4 года. Говорит, девочка она просто не заметила и не успела затормозить. Хотя пострадавшая переходила дорогу по пешеходному переходу. Нормально она ехала, как обычно. Остановилась. И она же выбежала. Она туда побежала, к машине прям. Как-то наискосок что-то бежала. Пострадавшую сразу же госпитализировали врачи скорой помощи. На асфальте остались следы крови. По словам очевидцев, машина передними колесами переехала ребенка. В данном дорожном транспортном происшествии усматривается вина водителя автомобиля. Также призываем всех водителей, а также граждан города быть предельно внимательными. На сегодняшний день у нас идет неделя безопасности дорожного движения в преддверии весенних каникул. Сейчас пострадавшая девочка находится в реанимации. Ее состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое. Ребенок получил травмы множественные лица. Подозреваем травмы органов брошенной полости. Пока идет обследование, наблюдение. Автоледи пообещала оплатить все затраты на лечение ребенка. Ауди А6 и пассажирский автобус 43 маршрута столкнулись на пересечении улиц Нурсултана, Назарбаева и Павлюхина. В результате сильнейшего удара у легковушки практически полностью смята передняя часть. Многотонник же получил незначительные повреждения. По предварительной версии, водитель общественного транспорта выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. В результате столкновения 19-летний водитель легковушки получил сотрясение головного мозга. Поставили точку в громком деле. Сегодня Новосавиновский районный суд Казани вынес приговор 48-летнему Эдуарду Даутову. Мужчину обвиняют в мошенничестве на сумму свыше 160 миллионов рублей. В народе он уже получил прозвище «черный трейдер». За что расскажет Динара Камалова. Эдуарда Даутова задержали два года назад. К тому моменту мужчина был в розыске уже полгода. По версии следствия, подсудимый, желая получить деньги, представлялся предпринимателем, успешным игроком на мировых биржах. Тем, кто соглашался поделиться своими кровными, он обещал выплачивать проценты и даже отдавал определенные суммы. Представляя с трейдером, он подписывал с клиентами договоры доверительного управления финансовыми средствами, которые фактически не имели никакой законной силы, так как играть на бирже имеют право только юридические лица. В качестве страховки вложенных денег подозреваемый заключал еще договор займа, согласно которому он имел право, используя в торгах только 10% от предоставленной суммы. Таким образом, он якобы гарантировал возвратность основной части денег. Подобную деятельность, по мнению следствия, подсудимый вел с 2010 по 2015 год. Три года назад мужчина перестал выходить на связь с клиентами, а в начале 2016 года его и вовсе объявили в розыск. Общий ущерб по версии обвинения составил порядка 165 миллионов рублей. Потерпевшим признали 16 человек. Я предложил даже с потерями 50-70% от всех своих денег мне верни хотя бы что-то. Я готов пойти на это, напишу, распишу, что претензии не имею. А что, соответственно, я получил отказ. Я отработаю, когда отработаю, неизвестно. То есть, ну, по классической, дальше сильно. То есть, я вроде тебя и не кинул, но при этом и отдам, когда отдам, не знаю. В отношении обвиняемого возбудили уголовное дело по статье мошенничества. Однако при оглашении приговора суд переквалифицировал статью. В итоге Эдуарда Даутова обвинили в присвоении или растрате. И приговорили к 9 годам лишения свободы в колонии общего режима. Динарка Малваир от Назипова Мерзаюшев. Вызов 112. Число автомобильных краж уменьшилось, а карманных увеличилось. О профилактике раскрытия имущественных преступлений рассказали сегодня полицейские. За два месяца этого года злоумышленники как минимум 140 раз проникли в припаркованные автомобили. И 147 раз залезли в чужие карманные сумки. Как, где и когда можно незаметно для себя лишиться ценных вещей, расскажет Нафиса Минязова. Антирадары, видеорегистраторы и магнитолы – основная добыча автомобильных воров. В машине на виду лучше ничего не оставлять, советуют полицейские. Особенно на ночь в спальных районах. Но даже если не на что положить глаз, то могут украсть и аккумулятор. Продвинутые любители жить за чужой счет используют код грабберы. Работают они тихо и круглосуточно. Существуют и те, кто зарабатывает только на невнимательности автомобилистов. Подобную группу полицейских задержали в январе этого года. В наших отечественных девятки-четырнадцатые, там, если кто знает, там видно сразу багажник открыт или закрыт. Там личинка. Если такое положение закрыто, если такое, то открыто. Но вот они просто ходили по дворам, выбирали машины, в которых открыт багажник. После чего ночью открывали багажники, садились через багажник, проникали в салон и оттуда уже совершали кражу саму. В отличие от автомобильных воров, так называемые карманники, напротив, используют многолюдность. 70% краж совершается в общественном транспорте. Остальное либо на рынках, либо в торгово-развлекательных заведениях. Как правило, злоумышленники обчищают пассажиров при выходе из транспорта, режут сумки лезвием или заточенной монетой, а также похищают имущество, прикрывая сумки потерпевших пакетом. Но встречаются и креативные методы. Одну из таких злоумышленниц полицейские задержали в 2015 году. Жительница Омска, которая здесь совершала кражу в лечебных заведениях, которая для отвлечения внимания испачкала одежду, и пачкала одежду потерпевших детским кремом, после чего обращала на это внимание потерпевших и предлагала свою помощь. И когда потерпевшие очищали одежду, совершала кражу сотовых телефонов, либо портманы. В целом, говорят полицейские, всплеска или сильного снижения числа краж не наблюдается. И чтобы статистика не росла, горожанам рекомендуется внимательно следить за своими вещами и не носить с собой крупные суммы денег. Нафиса Минязова, Эрат Назибов, Амир Залюшев, Вызов 112. Около 400 татарстанцев сообщили о местах торговли наркотиками на телефон доверия МВД. В республике завершается акция «Сообщи, где торгуют смертью». Благодаря звонкам полицейские смогли раскрыть ряд преступлений. К примеру, 12 марта стражи порядка узнали, что на улице Сартлановой в Казани мужчина выращивает у себя в квартире коноплю. В помещении полицейские обнаружили подпольную лабораторию по выращиванию и культивированию зелья. А 14 марта полицейские Альметьевска накрыли наркопритон. В отношении хозяина квартиры возбудили уголовное дело. Обо всех известных фактах, связанных с распространением наркотических средств, можно рассказать по анонимному телефону доверия МВД. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570-50-50 или на мобильный 8-98-69-1212-1212. Это можно сделать и в нашей группе ВКонтакте. Туда же можно присылать и снятое вами видео. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.